Время Озаренные нежным светом раннего утра, свежие, будто улыбающиеся, они напоминали только что пробудившихся от сна детей Стоя перед кустом орешника, Бэмби терся своей молодой короной о ствол, это было ему очень приятно Я должна прямо сказать, что ни у кого из ваших нет такой короны, кроме старого вожака, конечно Благодарю вас, Белочка Ой, откуда вы меня знаете? Мне кажется, что я знаю вас очень хорошо Вы живете там, наверху, на вершине дуба Ой, вы путаете меня с моей мамой Я так и знала, что вы путаете меня с мамой Это она жила там, наверху, когда вы были еще ребенком Принц Бэмби Она часто рассказывала мне о вас Да, но потом ее убила куница Это было давно, зимой Вы, конечно, ничего об этом не знаете После нее я осталась со своим отцом Быть может, вы меня путаете со своим... То есть, со своим... Да что со мной? С моим отцом Вы знали моего отца? Мы очень похожи К сожалению, нет А где сейчас ваш папа? Он недавно попался в лапы сове Теперь я совсем одна Поверьте, мне очень жаль вас Может быть, я могу что-нибудь сделать для вас? Нет, нет, что вы Я просто хотела сказать вам, что ваша корона Необычайно красива Вы находите? Чудо, как хороша Такая высокая и пышная И с такими светлыми зубцами Это так редко бывает Правда? Благодарю вас А сейчас, простите, но мне пора До свидания До свидания Принц Когда настало жаркое лето Сладкая, влекущая тоска Хватила Бэмби Она пела в его крови Горячим беспокойством Пронизывая все тело Он без устали блуждал полюсу В страстной, напряженной погоне За неведомым Однажды он встретил Фалину Встретил совсем неожиданно Фалина Какая ты стала красивая Но ты же все-таки узнал меня Как мог я тебя не узнать? Мы же выросли вместе Но мы тогда не виделись Мы стали совсем чужими друг к другу Вот этой тропинкой Мы часто ходили С мамой Когда я был еще маленьким Она ведет на поляну На поляне я впервые встретил тебя Ты помнишь? Да Меня и Гоба Бедный Гоба Они стали вспоминать прошлое То и дело Спрашивая друг друга А помнишь? А это ты помнишь? А ты? Оказалось, что оба помнят все Это радовало их и удивляло Ты знаешь, Полина Мне кажется Вернее Я чувствую Что мне нужно Что-то сказать тебе Что? Ну, что ты молчишь? Ну, говори же, или я уйду Слушай, ты какой-то странный Я ухожу Подожди Я хотел Я хотел тебя Спросить Ты могла бы Полюбить меня Полина Я не знаю Ну, ты должна это знать А я не знаю Ну, я же вот знаю Всем своим существом знаю Что я Люблю тебя Ужасно люблю Ну, скажи Скажи, что ты Любишь меня Может быть И люблю И ты всегда Будешь со мной Если ты Как следует Попросишь меня Я прошу тебя Фалина Любимая Дорогая Чудесная Моя Фалина Ты слышишь Я прошу тебя Всем сердцем Ну, тогда я, конечно Буду с тобой Восхищенный И растроганный Бэмби Двинулся за Фалиной Обогнув по опушке Поляну Они углубились В чащу И в этот момент Перед Бэмби Предстал Разъяренный Карус Стой Пусти, Карус Мне сейчас Не до тебя Убирайся Прочь Сию же Минуту Прочь Или я Изувечу тебя Я запрещаю Тебе Преследовать Мою Фалину Бэмби Не произнес Ни слова Но вмиг Исполненный Бешенства Опустил голову И ринулся На Каруса Это был неотразимый удар Прежде чем Карус смог сообразить Что же произошло Он уже лежал на земле Странно похолодевшим Сердцем Карус понял Это гибель Он вскочил Повернулся И бросился бежать Бэмби молча Гнался за ним И в этом грозном Молчании противника Карус прочел свой приговор Но Бэмби Вдруг оставил Погоню Он прислушался И затем Мощными прыжками Поспешил назад Едва выбежав На опушку Бэмби увидел Фалину Которую преследовал Рону Рону Хромой Рону Бегал плохо Он словно обрадовался Неожиданной помехи И тут же бросил Преследование Вот Тена Мой маленький Бэмби Тебе Что-нибудь Нужно от меня? Я хочу Чтобы ты Оставил Фалину Рону И сейчас же Удалился Отсюда А ты Однако Стал дерзким Парнем Рону Я прошу Об этом Ради тебя Сейчас ты еще Можешь уйти Но потом Потом Я всегда Любил тебя Рону Я преклонялся Перед твоим умом Я отдаю тебе Должное Рону Потому что ты Старше И опытнее меня Но сейчас В последний раз Говорю Уходи Моему терпению Приходит конец Ты слышишь? Плохо Что у тебя Так мало терпения Это Большой недостаток Мальчик Но успокойся Я тебя Не задержу Я Разделаюсь С тобой В одно Мгновение Бэмби Онемел От ярости И как Безумный Ринулся На Рону Тот Ждал его Низко Опустив Голову С треском Сшиблись Они лоб в лоб Рона Стоял твердо И его удивило Что Бэмби Не отлетел Назад Он никак Не ожидал Что Бэмби Отважится Напасть первым Дерзость противника Смутила его Тогда Рона Решился На хитрость Быстрым движением Отвел он голову Рассчитывая Что потеряв упор Бэмби Повергнется Назим Но Бэмби Лишь чуть Пошатнулся Стал на задние ноги И ринулся На Рона С удвоенной яростью В следующий миг Мощный удар Разорвал Рона Плечо Пощади Я прошу тебя Ты же знаешь Замечательно Я люблю тебя Бэмби Моя Фалина Мой Бэмби Через несколько дней Они счастливые И беззаботные Играли на поляне Близь старого дуба Когда в зеленой листве Мелькнуло Что-то красное Фалина Подойди ко мне Мне кажется За нами Кто-то наблюдает Ну кому там быть Кроме Рона Моя Лекаруса Едва ли С некоторых пор Они избегают меня Это кто-то Чужой Вот он Правда чужой Теперь я тоже вижу Но как странно Он себя ведет Не странно А глупо Удивительно глупо Он ведет себя Как малое дитя Словно на свете Не бывает Опасностей Пойдем Туда Пойдем Не мешает получше Рассмотреть его А если он затеет ссору Он кажется сильный Нет У него маленькая корона Он правда плотный и толстый Но сильный ли Не думаю Идем Не бойся Я же с тобой Между тем Незнакомец Как ни в чем не бывало Лакомился Сочными метелками Трав Он заметил их Когда они уже достигли Середины поляны И тут же бросился им Навстречу Игриво И радостно подпрыгивая Вы не узнаете меня Вы не узнаете меня А разве ты Знаешь нас? Конечно Ты Бэмби А ты Фалина Гобо? Это ты? Гобо? Фалина Фалина, сестренка Ты все-таки узнал о меня Гобо Гобо Значит Ты не умер? Как видишь Думаю, что это сразу заметно Ну Тогда Там на снегу Ну Тогда Это он спас меня тогда Где же ты все это время был? У него Ну говори же Не мучай нас Ну я могу рассказывать целый день И все-таки не дойду до конца Я много пережил за это время Мама жива? Да Она жива Но я ее давно не видела Я хочу пойти сейчас же к ней Вы пойдете со мной? И они втроем двинулись в путь Они шли в полном молчании Бэмби и Фалина чувствовали, что мысли Гобо заняты матерью И не хотели ему мешать И вдруг Бэмби, шедший немного впереди Увидел тетю Энну Она отдыхала в тени Орешника Мама Мама Мать посмотрела сыну в глаза И крупная дрожь пронизала ее с головы до ног Потом, словно испуганная громовым ударом Тетя Энна вскочила на ноги И Гобо всем телом прижался к ней Она ничего не сказала Ни о чем не спросила Она только медленно целовала своего Гобо Она омывала его своими поцелуями Как в ту далекую пору, когда он только-только появился на свет А через несколько часов все обитатели леса собрались в тесный кружок в глубине чащи Чтобы послушать рассказы чудом выжившего Гобо И тут меня нашли собаки Собаки? Собаки? Собаки Это самое страшное в мире Ты совершенно прав, сынок Их голос трудно выносить Ну а что же было в тот раз? В тот раз собаки хотели растерзать меня Но тут явился Он Да Тут явился Он Прикрикнул на собаку И они отползли от меня прочь Тогда он Поднял меня И ласково прижимая к себе Понес Вы знаете Один из моих кузенов Тише, Белочка, тише Пусть Гобо продолжает Но я хотела сказать Что один из моих кузенов Скажи правду, Гобо Неужели тебе Не было страшно В его присутствии? Нет, Фалина Я знал Что он не сделает мне ничего дурного Зачем же мне было бояться? Он удивительно добр Никто в целом мире Не может быть Добрее его Его дети тоже любили меня И его жена любила меня И все его домочадцы Они ласкали меня Давали мне есть разные лакомства Играли со мной Гобо все еще восхвалял доброту Своего нового друга Когда из зарослей Бесшумно выступил Старый вождь Ответь мне Что это за полоса У тебя на шее? На шее Вожак пришел Вожак Что ты молчишь? Отвечай Когда к тебе обращается Вожак Это Это след от красивого банта Который я носил Это его бант Большая честь Носить его бант Несчастный Будет Ушел А почему не захотел Остаться с нами вожак? Ему не интересно Что я рассказываю? Да нет Гобо Что ты? Он просто очень сдал За этот год А вы посмотрите Кто к нам пришел Гобо Это появилась Морена В ту зиму Когда исчез Гобо Она была почти Взрослой девушкой Но с тех пор Никто не видел ее Она держалась Почему-то особняком Она осталась Такой же худенькой И поэтому Выглядела совсем юной Но она была Серьезна Тиха И превосходила Всех сверстниц Мягкой сдержанности Ну Что скажешь Морена Ну Что ты скажешь О Гобо Помнишь Тетя Нэтла Ни во что не ставила Гобо И потому лишь Что он Чуть дрожал Во время морозов Помнишь Она предсказывала Что он не принесет Мне радости Да Бедная тетя Нэтла Грустно Что ее нет Среди нас Даже старый вождь Приходил Чтобы взглянуть На Гобо А ведь он Никогда Не показывался Среди нас Но ради Гобо Он пришел Мама А почему он назвал меня Несчастным Что он имел ввиду А Оставь Он старый И немного Мудаковато Какой же я Несчастный Я очень счастливый Я видел и пережил Больше чем Вы все вместе взяты И лучше знаю мир И лучше знаю жизнь Чем Любой из обитателей леса Как ты полагаешь Морена Без сомнений Этого никто не сможет Отрицать С тех пор Гобо И Морена Стали ходить Вместе А с Бэмби Происходило Что-то Странное И в ночную пору И в предрассветные часы И на утренних зорях Блуждал он Нехожными тропами Один без Фалины Он искал Старого Вожака Порой Его еще тянуло К Фалине И он С прежним удовольствием Гулял с ней Слушая ее болтовню Обедал с ней На поляне Или на лесной опушке Но это уже Не захватывало Его целиком Слово Которое Старый вожак Сказал Гобо Неотвязно Звучало В ушах Бэмби Его ни на миг Не оставляла Боязнь За Гобу Перед которым Он испытывал Странное Необъяснимое Чувство стыда Однажды Темной ночью Бэмби Встретил Старого Ворчуна Сыча Скажите Пожалуйста Мудрый Сыч Не знаете Либо Случайно Где сейчас Старый Вожак Это мой Отец Ох Дивей Об этом Ни малейшего Понятия Простите Но я вам Не поверю Вы так умны Вам известно Все что Творится В лесу Можете ли Вы не знать Где находится Старый Вождь Я повторяю Это мой Отец Собо собой Разумеется Мне это Известно Но я Не смею Разглашать Лесную Тайну Я не Выдам Вас Да и могу Ли я При моем Глубоком Уважении К вам Дорогой Мудрый Сыч Так Так Значит Вы меня Уважаете А за что Позволите Спросить За вашу Мудрость За вашу Всегдашнюю Веселость И приветливость И еще За то Что вы Так искусно Умеете Пугать Окружающих Это так умно Необыкновенно Умно Если бы я Обладал Вашим Талантом Это принесло бы Мне большую Пользу Вообще То мне Известно Что старик Очень расположен К вам Почему вы Так думаете Я совершенно Уверен В этом Он от души Расположен К вам И я полагаю Что это дает Мне Право Открыть вам Его местонахождение Я буду Чрезвычайно Благодарен Вам Знаете ли Вы ров Заросший Ивами Да 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 Ознаком Ли вам Молодой Дубняк По ту сторону Рва Нет Я еще Не бывал На той стороне Не знаете Тогда Слушайте Внимательно По ту сторону Рва Растет Дубняк За дубняком Раскинулся Кустарник Много Кустарника Серебристый Тополь Орешник Боярышник Туда Не ходите Не надо Идите В другую Сторон Там Лежит Старый Поверженный Ветром Бук Там Вы и должны Его искать Но смотрите Не выдавайте Меня Это же Строгая Лесная Тайна Под стволом Ну да Ствол Лежит Поперек Глубокой Ямы Там Вы и найдете Старого Жака Спасибо Спасибо Вам Не знаю Сумею ли Я отыскать Его по Этим Приметам Но Тысячу Раз Благодарю Вас Когда Бемби достиг края рва Из темной Мрачной Чащи Неожиданно И бесшумно Вырос перед ним Старый Вожак Меня Уже Нет Там Куда Ты Стремишься Что Тебе Нужно Ничего Я просто Хотел Увидеть Вас Отец Но Ты ищешь Меня Не первый День Вчера Ты прошел Дважды Совсем Близко От меня А сегодня Ты едва Не задел Меня Пробираясь Через Валежник Улиси Норы Я слушаю Отвечай Мне Почему Почему Вы так Сказали Тогда О Гобо Ты что же Думаешь Что я Не прав Нет Я чувствую Что это Правда Но почему Вот чего Не могу Понять Довольны И того Что ты Чувствуешь Это Придет Время И ты Все Поймешь Прощай Вскоре Обитатели Леса Стали Замечать Странное И опасное Поведение Гобо Не существует Ты Ты забываешь Фалина Что он Лучший друг Нашего Гобо Вот почему Гобо Может позволить Себе гораздо Больше Чем Ты Я Бэмби Тетя Энна Или кто Другой Я думаю Что даже Старый Вожак Вряд ли Сможет Себе Позволить Такое Странные Порядки У вас Тут Лесу Каждый Кормится Когда Попал И Где Попал Гобо Ну как же Может быть Иначе Ты Очень Наивен Бэмби Что Касается Меня То я Привык Чтобы Еду Мне Приносили В положенное Время И Приглашали Откушать Мне Кажется Тебе Будет Особенно Трудно Привыкнуть К зиме Гобо У нас Тут Зимой Не водится Ни свежего Сена Ни картофеля Ни репы Мне Это Как-то Не приходило В голову Я Даже Представить Себе Не могу Каково Здесь Будет Зимой Должно Быть Ужасно Бэмби Ну Не надо Преувеличивать Иной Раз Правда Приходится Трудно Но Ничего Ужасного В этом Нет Ну Правда Если мне Будет Трудно Я Просто Напросто Опять Отправлюсь К нему Почему я Должен Голодать Это Не в моих Правилах А Как же Я Что ты Ты тоже Пойдешь Со мной А вы Вы пойдете С нами К нему Я Нет Никогда Мы с Бэмби Нет Ты Прости И пойми Меня Гоба Нет Бэмби Усвоит Что опасность Существует Только для него И ему Подобных Но не для меня Я прекрасно Тебя понимаю Тебе сейчас Очень тяжело Но я ведь С тобой Я пойду с тобой Куда бы ты меня Не позвал Я ведь всегда Верила в него Помнишь Что мы говорили О нем Незадолго До твоего Исчезновение И я сказала Тогда Что настанет Время И он Придет к нам В лес И будет играть С нами Нет Не помню Что Это Это Опасность Бежим отсюда Это он В лесу Опасность Никто пусть Не отходит От меня Опасность Опасность Какое дело Мне до вашей опасности Ну Будь таким милым Останемся С Бэмби Фалидой Это он Он рядом Что будем делать Бэмби Он рядом Я чувствую это Надо Бежать Будете Бежать За мной Прошу тебя Голубу Ради меня Бежим отсюда Бегите Кто вас держит А я пойду К нему Навстречу Чтобы Приветствовать Его Он не сделает Мне зла Вы видите Я иду ему Навстречу И он Улыбается Мне За что Морена Он не узнал меня Бэмби Валина Мама За что Он убил меня Гобо 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 После Гибели Гобо Бэмби Очень Изменился Он стал Суровее И погрустнел Жизнь Представлялась Ему Безнадежно Мрачной Он и сам Не понимал Что с ним Происходит Да и не пытался Разобраться В этом В голове Его Бродили Какие-то Смутные Избивчивые Мысли Но Раздумья Приносила Лишь Усталость Вот Тогда-то Он опять Встретился С вожаком Некоторое Время Они Молча Шли Рядом Ну Часто Среди Ваших Вспоминают О Гобо Не знаю Я Почти Все Время Один Но Я Я часто Думаю О нем Значит Ты теперь Один Да Один Запомни Этот урок С Гобо Кажется Бедняга Называл Его Всемогущим И Всемилостивейшим Но Гобо Гобо Горил Что Он был Добр С ним Ты Так Думаешь Бэмби Ты Первый раз Назвал Меня По имени Еще Ты стал уже совсем взрослым, мой сын. Ну что же, учись жизни и будь настороже. Иди, вон, видишь, тебя ждёт Фалина. Фалина, ты искала меня? Да. Я так одинока. Я тоже. Почему ты больше не бываешь со мной? Ты больше не любишь меня? Не знаю. Наступила осень. Как-то, когда Бэмби направлялся к оврагу, где отдыхал обычно вместе со старым вожаком на ворохе опавшей листвы, кто-то окликнул его тоненьким голоском. Принц Бэмби? Это вы? Это я, Белочка. Я могу чем-нибудь вам помочь? Я узнала вас. Едва вы показались. Но я не могла поверить, что это вы. Значит, это действительно вы. А все думают, что вас давно нет на свете. Правда, иногда проходит слух, что вы живы. Порой рассказывают, будто вас кто-то видел, но этим слухам не очень-то верят. Какая у вас удивительная корона. Ни у кого в целом в лесу, кроме старого вожака, нет подобной короны. Благодарю вас. Что я вижу? Вы начинаете сидеть. Вот как. Возможно. Простите. Я, наверное, задерживаю вас, но я так обрадовалась. Можно, если я встречу наших общих знакомых, я расскажу им, что вы живы? Все будут так рады. Всего хорошего. До свидания. А время летит и летит вперед. Прошла еще одна тяжелая зима. И снова наступила весна. Земля жадными глотками пила подтаявший снег и вскоре покрылась темными прогалинами. Однажды Бэмби забрел дальше, чем обычно, и на утреннем рассвете остановился на краю глубокого оврага. На той стороне, где он некогда жил, мелькала чья-то красная шубка. Там расхаживал кто-то из его племени и, выискивая свободное от снега местечко, лакомился молодой, едва пробившейся травкой. Бэмби хотел уже повернуть назад, как вдруг узнал Фалину. Первым его движением было броситься к ней, но он остался стоять, словно ноги его приросли к земле. Сердце его бешено забилось, он так давно не видел Фалину. Поступ ее был медленный, затрудненный, то ли от усталости, то ли от печали. Она стала похожа на свою мать. Долго стоял Бэмби на краю оврага, неотрывно глядя вдаль. Он вспоминал поляну, дороги, которыми водила его мать, веселые игры с Гобой и Фалиной, битву с Карусом и Роном, и ему было грустно. А там вдалеке, медленно, устало и печально опустив голову, удалялась Фалина. Бэмби любил ее в эту минуту так, как никогда не любил ее молодой. Он любил ее последней нежной, грустной и безнадежной любовью. Субтитры создавал DimaTorzok Бэмби, ты слышал? Да, да, отец это опять он. Он в лесу. И мы должны идти. Куда? Туда. Туда, где находится он. Сейчас ты можешь идти к нему без опаски. Ты стал вожаком. Я рад, что могу повезти тебя туда прежде, прежде чем мы расстанемся навсегда. И тут Бэмби словно впервые увидел, как одряхлел старый вожак. Голова его стала белее снега, лицо исхудало, в прекрасных больших глазах погас глубокий блеск, они приобрели усталый зеленоватый оттенок. Бэмби и вожак отошли совсем недалеко от своего убежища, когда в ноздри им ударил знакомый едкий запах, запах угрозы, запах ужаса, запах смерти. И Бэмби увидел его. Он лежал, обратив к нему бледное, голое лицо. Его шляпа валялась поодаль на снегу, и Бэмби, не имевший понятия о том, что такое шляпа, решил, что его страшная голова раскололась надвое. На обнаженной шее браконьера зияла рана. Старый вожак навел его на его же собственный самострел. Здесь. Стой. Смотри. Смотри. Смотри и запоминай. Вот мы стоим здесь. Стоим рядом с ним. Где же его хваленое могущество? Бэмби, помнишь ли ты, что говорил о нем, Гоба, и чему слепо верят все обитатели леса? Да. Теперь ты видишь, Бэмби, видишь собственными глазами, что он вовсе не всемогущ, как утверждают лесные братья. Да. Но тогда ответь мне, в чем была его сила? Слушай, он такой же, как и мы все. Он знает и страх, и нужду, и страдания, и смерть. Грозный, неустрашимый, идет он против нас, и он же бездыханный лежит на земле. Так почему же все трепещут перед ним? У него нет таких сильных ног, как у нас. У него нет ни крыльев сокола, ни ловкости куницы, ни выносливости волка. И все же он стал самым сильным из всех, ибо он – великий борец. Мы, олени, никого не убиваем, но мы должны сравняться с ним в силе и упорстве жизни. Мы должны множить, охранять, длить наш кроткий и упрямый рот. Должны защищать свою жизнь и жизнь своих близких, помогать друг другу. Мы должны быть чуткими, осторожными, ловкими, неуловимыми, но никогда трусливыми. Таков великий закон жизни. Понял ли ты меня, дитя мое? Да. Закон жизни – это борьба. Тогда я покидаю тебя со спокойной душой. Не ходи за мной дальше, Бэмби. Мои дни сочтены. Мне осталось лишь подыскать место, где я встречу свой конец. Позволь мне… Нет. Нет. Здесь мы расстанемся. Каждый должен в одиночестве встречать свой последний час. Прощай, мой сын. Я очень любил тебя. Так Бэмби стал вожаком олень. Вечеринск. Хоу. Ум. Субтитры создавал DimaTorzok Послушаем, о чём шепчутся молодые дубовые листочки между собой. Я уверен, что теперь и вы уже прекрасно разбираетесь в языке леса. Ты знаешь, кто стоит на поляне? Кто? Это Бэмби, старый вожак. Все его родичи давно умерли, а он всё живёт. Сколько же его лет? Это трудно сказать, олени живут долго, гораздо дольше нас. На прогалинке, тесно прижавшись друг к дружке, стояли два малыша в красных шубках, брат и сестра. Ну что ты плачешь? Я боюсь. Не надо плакать. Не надо плакать. Ведь вы же олени. Идите за мной. Этот малыш будет вожаком. Мы ещё встретимся, когда он подрастёт. И маленькая тоже очень мила. Она похожа на Фалину, когда та была девочкой. Они шли всё дальше и дальше, пока сумеречная глубина леса не поглотила их. Субтитры создавал DimaTorzok